Эрик Давидович разгромил съемочную площадку последнего героя, Руслан Соколовский вновь борется с целым государством, а мы продолжаем следить за конфликтом Данилы Поперечного, Саши Долгополова и радикальных верующих. Всем привет, вы на канале Ютубер и меня зовут Таня. Сегодня я расскажу о главных новостях недели, все свежие, актуальные и самые обсуждаемые в России. Нет, не про коронавирус, про блогеров. Давайте начнем с того, ради кого я летом проиграла челлендж на приседания. К новости о Давидовиче готовлюсь. Нет, ну а что, такие новости без подготовки лучше не давать. В одном из предыдущих выпусков мы уже рассказывали о том, что Эрик Давидович принял участие в шоу «Последний герой». Так вот. На момент публикации прошлого видео по сети гуляла всего одна история о его невероятных похождениях на острове. Но теперь их стало гораздо больше. И мы не можем отказать себе в удовольствии рассказать о них вам. Николай Соболев опубликовал эксклюзивные кадры с острова, которыми с ним поделились операторы проекта. По словам блогера, так Давидович отреагировал на то, что ему долго не давали попить воды и отказывались вызвать врача для срочной консультации. Я сейчас буду портить оборудование, вам будет просто обидно. Когда мы отсюда уедем, мы вас нахуй прокрутим. Суровые методы убеждения, ничего не скажешь. Свою злость Эрик срывал на членах съемочной бригады, потому что те продолжали его снимать, то есть выполнять свои прямые обязанности. В принципе, логично. Вообще-то не очень, но даже голос разума в лице птахи не смог переубедить автоблогера. Он не отвечает за это, Эрик. Ну это же издевательность, а ты снимаешь, ты просто издеваешься. Ну не заводись на него, это его работа. В справедливости ради заметим, что истерика, назовем это так, Давидыча не была беспочвенной. Я могу впасть в кому и сдохну здесь. Блогеру действительно стало плохо, а прибывшие на место врачи диагностировали у него гипогликемию, понижение уровня сахара в крови. Дело в том, что Эрик давно страдает сахарным диабетом, и на острове у него случилось обострение. СМИ пишут, что блогера пришлось откачивать целых 16 часов, и он вообще чуть не впал в кому. Доктор в платной клинике сказал, говорит, он в таком состоянии физическом, что он 100% сейчас умрет прямо здесь. Кто-то решит, что в свете таких событий его нападение на операторов можно оправдать. Перенервничал человек, пытался привлечь внимание. Чего, бля? Но нет, давайте будем честными. Давидыч сам согласился на участие в шоу, суть которого – выживание на необитаемом острове. Подписал контракт, несмотря на болезнь, взял на себя ответственность за все риски и получил гонорар за работу. Судя по всему, блогер надеялся, что выживать придется только на камеру, а за кадром его будет ждать комфортабельный отель и система «Все включено». Пишите в комментариях, как относитесь к поступку Эрика Давидыча. А если хотите увидеть полную нарезку его нападения на съемочную бригаду, переходите по ссылке в наш телеграм-канал. Пока Эрик Давидыч конфликтует со съемочной бригадой последнего героя, Руслан Соколовский вступил в противостояние с целым государством. Свой ответ по каждому из вот этих вот эпизодов, которые она мне вменила, на тему того, почему это они вдруг так поступили и что вдруг случилось. Чуть больше контекста. Европейский суд по правам человека принял заявление блогера о нарушении его права на свободу мнения. Причина жалобы – дело о ловле покемона в храме четырехлетней давности. Руслан хочет доказать, что мера наказания, которую к нему применил суд, была неоправдана суровой. Соколовский не террорист, Соколовский глупый абсос. Ну, если в двух словах, то примерно этот тезис блогер и продвигает. В новом видео Соколовский объяснил, что в Европе за оскорбление чувств верующих дают лишь небольшие штрафы, а в России за подобный проступок клеймят экстремистам. И это не честно. Напомним, что блогера приговорили к условному лишению свободы на три с половиной года, а также держали в СИЗО во время следствия. Жалобу на несправедливую судебную систему Руслан подал еще три года назад, и вот теперь ЕСПЧ официально согласился ее рассмотреть. До начала мая правительство РФ обязано выслать комментарии по делу Соколовского. После этого станет понятно, сможет ли блогер рассчитывать на отмену приговора и материальную компенсацию. Дайте мне денег за то, что я сидел в СИЗО. Это, конечно, не основная цель. Руслан считает, что может создать прецедент, который изменит отношение к статье за оскорбление чувств верующих. А вот в случае, если Европейский суд постановит, что подобные вот дела являются абсурдными, то в дальнейшем и российские суды могут опираться на решение Европейского суда. Ну или другой вариант. Осужденные, по примеру, блогера будут подавать жалобы в ЕСПЧ, а это грозит бюджету РФ большими тратами на погашение компенсаций. Неплохой вариант. При таком раскладе Долгополову уже можно возвращаться на родину. Кстати, по поводу последнего. Во всем мире бушует паника. Люди обсуждают то Третью мировую, то политические схватки, то коронавирус. Мне кажется, я умру. Ну да ладно. Но только не в России. У нас тут уже вторую неделю. Главная тема – конфликт Долгополова и Поперечного. Экстренно мигрировавший в Израиль стендап-комик Саша Долгополов, казалось бы, избежал проблем. Власти РФ им, очевидно, не интересуются. Полиция молчит, а все билеты на концерты давно раскоплены. Но даже в этой ситуации он умудрился еще раз стать жертвой скандала. Дело в том, что ситуацию прокомментировал Даня Поперечный, тоже потенциальная жертва политического режима за свои шутки. Правда, в прошлом. Да, мы все это прекрасно помним. Все ждали, что блогер придет на помощь коллеге, но... В своем подкасте Даня рассказал, почему отошел в сторону. Если кратко, вся ситуация с преследованием показалась ему раздутой, а реакция Долгополова слишком преувеличенной. Но ведь ты же врешь. Типа, он говорит неправду. Понимаешь, Путин открыл на меня охоту. Государство, Путин спустил меня от цепных псов, начались репрессии и гонения. Я уезжаю из страны, потому что я в страхе. И еще плюс ко всему вспомнился случай, когда Долгополов смеялся над Поперечным пару лет назад. И вот тут совсем все некрасиво получилось. Вообще меня все хотят посадить. Вообще все хотят меня посадить. Я сейчас вот выступил... Я, извините, что я вышел на сцену ногами. Я прошу прощения. Я просил их установить эти штуки, на которые я спущусь с потолка. Но слишком низкий потолок, а у меня слишком большие веревки. Короче говоря, Поперечный отступился. Вполне в своем праве. Но вы не думайте, что все так просто. Там еще километровый конфликт в Твиттере и заявление Саши, что его травят Даня с Мишей Кширтовским. А что насчет зрительской поддержки? Вот тут спорный и неоднозначный вопрос. Да, заявление в полицию за шутки, это однозначно плохо. Но стоило ли оно такого хайпа слов о травле, спешной миграции и обвинения всех властей, включая Путина? Я вот что-то сомневаюсь. Тем более, тут выяснились новые подробности. Человек, который подал заявление на комика, вообще никак не связан с политикой, оппозицией и чем-то подобным. Он просто радикальный христианин, называющий себя евангельским верующим. Этот мужчина дал подробное интервью и рассказал, что не хочет подобных гастролеров в своем родном городе Орехово-Зуеве. Если нас смотрит кто-то оттуда, сочувствуем. Сейчас к вам еще долго, никто не приедет. И все. Скорее всего, дело против Долгополова просто не стали бы начинать. Я уже не говорю о суде. Как мы уже сказали, вопрос реально спорный. Вы вполне можете не согласиться с Данилой и сказать, что Саша Долгополов просто опередил преследователей и не повторил путь того же Соколовского. Но лучше проголосуйте в нашем опросе. Он там. И на сегодня давайте закругляться. Конфликты конфликтами, но я тут вспомнила, что мы уже давно ничего не разыгрывали, так что будем исправляться. Выбирать рандомные комментарии скучно. Да и шансы выиграть зависят от воли случая. Так что возвращаем традицию выбирать победителя под конкретным номером. Сегодня это будет... Назови любое число. Трех тысяч. Решено. Автор трехтысячного комментария получит нашу фирменную футболку. Теперь все только в ваших руках. Пишите комменты и следите за их количеством. Результаты объявим в следующем выпуске. С вами был проект Ютубер. Меня зовут Таня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok